Дорогие ребята, вам известно, что большая часть видов эукариот обладают способностью к половому размножению. Это размножение обеспечивают половые клетки. Сегодня мы с вами рассмотрим строение и образование половых клеток. Половые клетки, как вам известно, называются гаметами и обеспечивают половое размножение, характерное для большей части эукариот. При половом размножении особи каждого следующего поколения возникают в результате слияния двух специализированных гаплоидных клеток – гамет. Для большинства организмов, кроме некоторых протистов, грибов, характерно образование гамет двух типов – мужских и женских. Они существенно отличаются по размерам, строению и физиологическим свойствам. Мужские половые клетки обычно значительно меньше женских и обладают подвижностью. Это сперматозоиды. У семенных растений мужские гаметы спермии неподвижны. Женские половые клетки называются яйцеклетками. Слияние половых клеток, за исключением случаев партеногенеза, приводит к восстановлению диплоидного набора хромосом и образованию зиготы, из которой в дальнейшем развивается новая особь. Гаметогенез – процесс образования половых клеток. Процесс образования мужских половых клеток называется сперматогенезом, женских – огенезом. Гаметогенез у многоклеточных организмов, как правило, протекает в специальных органах. Например, у животных, за исключением самых примитивных, осуществляется в половых железах. Мужские половые железы называются семенниками, женские – яичниками. Рассмотрим особенности строения гамет на примере типичных половых клеток животных – сперматозоида и яйцеклетки. Сперматозоиды животных обычно состоят из головки, шейки, средней части и жгутика, хвоста, обеспечивающего активное передвижение. В головке находится ядро, перед ним располагается акросома – особых мембранный пузырек. Он содержит ферменты, растворяющие оболочки яйцеклетки при оплодотворении. В узкой шейке сперматозоида находятся две центриоли. От одной из них берет начало подвижная осевая нить жгутика, образованная микротрубочками. Начальный отдел осевой нити, проходящий через несколько расширенную среднюю часть сперматозоида, окружен митохондриями. Они вырабатывают АТФ, необходимую для движения жгутика. Дорогие ребята, вашему вниманию представлены особенности строения и функции сперматозоида в виде таблицы. Подытожим изученное. Таким образом, сперматозоид лишен запаса питательных веществ и содержит минимальное количество внутренних структур, обеспечивающих его подвижность и способность к оплодотворению яйцеклетки. Энергию, необходимую для движения, сперматозоиды получают прежде всего за счет расщепления веществ, которое содержится в окружающей их семенной жидкости. Яйцеклетки большинства животных неподвижны и обычно имеют округлую форму. Женская половая клетка содержит крупное ядро и цитоплазму с органоидами, а также с запасом питательных веществ. Как правило, яйцеклетки намного крупнее сперматозоидов и большинства соматических клеток. Так, диаметр яйцеклетки человека составляет 150-200 мкм, в то время как длина сперматозоида равна приблизительно 60 мкм, при ширине головки около 3 мкм. Поверх плазмолемы яйцеклетка может быть окружена еще одной или несколькими оболочками. Они выполняют главным образом защитную функцию. Дорогие ребята, вашему вниманию представлены особенности строения и функции яйцеклетки в виде таблицы. Подытожим изученное. В отличие от сперматозоида, яйцеклетка содержит большое количество питательных веществ, которые необходимы для обеспечения развития зародыша. Интересно, что самые крупные женские гометы характерны для животных, зародыши которых развиваются вне материнского организма. Птиц, пресмыкающихся, земноводных, многих рыб. Например, размер яйцеклетки икринки лягушки равен 2 мм, на сосевых рыб 6-9 мм. У птиц диаметр яйцеклеток может достигать нескольких сантиметров. Рассмотрим процесс образования мужских половых клеток на примере млекопитающих. Сперматогенез у млекопитающих начинается с периода полового созревания. Как вы знаете из курсов биологии 9 и 10 классов, образование сперматозоидов осуществляется в извитых семенных канальцах мужских половых шелест, семенников. По мере своего развития предшественники сперматозоидов постепенно смещаются от периферических зон стенок канальцев, ближе к их просветам. У человека этот процесс занимает около 75 суток, после чего сформированные сперматозоиды выходят в просвет семенного канальца. Сперматогенез включает 4 периода. Период размножения. Диплоидные предшественники мужских половых клеток в сперматогонии многократно делятся метозом. Это приводит к существенному увеличению числа сперматогониев. Период роста. В сперматогонии, завершившие методические отделения, начинают расти. С этого момента они называются сперматоцитами первого порядка. Рост сперматоцитов первого порядка не приводит к значительному увеличению их размеров. Период созревания. Сперматоциты первого порядка делятся миозом. В результате первого отделения миоза из каждого сперматоцита первого порядка образуются 2 гаплоидных сперматоцита второго порядка. В результате второго отделения 4 гаплоидные сперматиды. Период формирования. Каждая сперматида превращается в сперматозоид. При этом меняется форма клетки. В результате происходит образование акросомы, жгутика и других структур, характерных для зрелых мужских комет. Важно помнить, что оогенез у млекопитающих начинается еще до рождения. Развитие будущих яйцеклеток происходит в яичниках, внутри особых пузырьков, фолликулов. В процессе оогенеза выделяют 3 периода. Период размножения. Во время эмбрионального развития женского организма диплоидные предшественники яйцеклеток оогонии многократно делятся путем метоза. Вследствие этого количество оогониев значительно возрастает. Период роста. Как и предшествующий период размножения происходит в ходе эмбрионального развития. После завершения методических делений оогонии начинают увеличиваться в размерах. Теперь они называются ооцитами первого порядка. Их рост происходит прежде всего благодаря поступлению веществ из окружающих фолликулярных клеток и крови. В этот период масса и объем растущих клеток увеличивается во много раз. Рост ооцитов первого порядка завершается еще до рождения, после чего недолгое время до наступления половой зрелости сохраняются без изменения. Период созревания. С наступлением половой зрелости ооциты первого порядка периодически делятся миозом. При этом образуются неодинаковые по размеру дочерние клетки. Первое деление миоза приводит к появлению двух гаплоидных клеток крупного ооцита второго порядка и мелкой клетки, которую называют первичным полярным тельцем. В результате миоза-2 из ооцита второго порядка образуется большая клетка и маленькая вторичная полярная тельца. Первичная полярная тельца обычно тоже делится на двое. В дальнейшем все полярные тельца погибают и разрушаются. Сравним процессы сперматогенеза и оогенеза. Миоз, протекающий в ходе сперматогенеза, сопровождается равномерным делением цитоплазмы клеток. В результате этого из каждого сперматоцита первого порядка образуются четыре одинаковые клетки – сперматиды, которые далее преобразуются в сперматозоиды. При оогенезе деление как ооцита первого порядка, миоз-1, так и ооцита второго порядка, миоз-2, не сопровождается равномерным распределением цитоплазмы между дочерними клетками. Отделение мелких полярных телец, которые впоследствии погибают, обеспечивает удаление избыточного наследственного материала из будущей яйцеклетки. При этом она сохраняет максимальный запас питательных веществ, необходимый для развития зародыша. Подведем итоги и сделаем выводы. Сперматозоид состоит из головки, шейки, средней части и жгутика, хвоста. Он лишен запаса питательных веществ и имеет минимальное количество внутриклеточных структур, обеспечивающих подвижность и способность к оплодотворению яйцеклетки. Яйцеклетка – крупная, обычно неподвижная клетка, содержащая набор различных органоидов и питательные вещества для развития зародыша. У млекопитающих и других животных процессы образования мужских и женских ганет включают несколько периодов. Ключевую роль в этих процессах играет миоз, протекающий в период созревания. При сперматогенезе миоз приводит к образованию четырех одинаковых дочерних клеток из одной материнской. При оогенезе образуется одна крупная яйцеклетка, сохранившая запас питательных веществ, и три мелкие клетки, которые в дальнейшем погибают. Дорогие ребята, для закрепления изученного материала предлагаю еще раз ознакомиться с материалами девятнадцатого параграфа вашего учебного пособия и ответить на вопросы. Удачи при изучении биологии! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!